Привет, друзья! Мэджик Ладерн в очередной раз порадовал всех своих любителей новой прошивкой. Я буквально всех ошарашил тем, что выпустил прошивку, которая позволяет писать в формате RAW камерам Canon, Marko 2, 3 и еще, по-моему, нескольким камерам. Это замечательно. И сегодня я покажу, как на примере Marko 3 можно установить эту прошивку, потому что с этим возникли некоторые проблемы. Я, например, не сразу разобрался, что к чему, а когда разобрался, друзья просто запарили меня каждый вечер по скайпу, чтобы я объяснял им, как чего делать и так далее. На самом деле, сложности никакой нет. Итак, подготавливаем карточку. Показывать я буду на примере карточки Sandisk X3 Pro. К сожалению, у меня другой нет. Она, к сожалению, не тащит в Full HD записывать всего лишь 1280 на 560, что ли, что-то такое. Ставим в режиме... Все это дело в режиме ручных настроек. Обращаю ваше внимание, что в прошивке должна стоять предыдущая Canon 1.1.3. Так. И форматируем карточку. Ставим галочку «Низкоуровневое форматирование» и нажимаем «Ок». Проходит процесс форматирования. Выключаем камеру. И вытаскиваем карточку. Карточка готова. Вставляем ее в картридер и создаем на рабочем столе папку под именем... Ну, так вот. Пардон. Вот так. Здесь будет. Значит так. И идем в ссылочку, по которой мы сейчас закачаем... Ругается у меня компьютер. Закачаем zip-файл. Со всеми файлами установочными. Вот. И пропишем путь до нашей папки. Все это дело скинем туда. Так. Закрываем. Что мы видим? Мы видим несколько файлов. Быстренько пробегусь по ним. Значит, первая папочка. ML. Это, собственно, системные файлы, которые, я так понимаю, позволяют писать в формате RAW. Следующий это файл прошивки. Значит. И файл от autx.bin. Он нам тоже понадобится. Значит, утилита iOS-карт. Это утилита, которая позволяет подготовить карту нашу в роли загрузочного диска на фотоаппарате. Значит, вот эта вот утилита, она позволяет нам открывать уже записанные файлы. Вот. И для того, чтобы в дальнейшем работать в редакторах. Итак, поехали. Открываем нашу карточку. Мы ее заранее подготовили. И копируем в нее загрузочный файл. Закрываем и все это дело аккуратненько. Вытаскиваем нашу карту из картридера. И ставим в гнездо фотоаппарата. Включаем камеру. И проходим. Ищем в меню смены прошивки. Нажимаем один раз. Ок. И еще разочек. Начинается процесс установки прошивки. Сейчас фотоаппарат будет ругаться. Вот, видите, текст накладывается один на другой. Не надо пугаться. Все это дело... И сейчас камера... Сейчас она выключится. Сейчас она выключится, включится. И должен загореться диод. Вот он загорелся. Выключился. Еще пару секунд ждем. И выключаем камеру. Извлекаем карточку из картридера. Вставляем карту на место. Открываем ее. Здесь мы видим наш файл прошивки. Мы его вручную удаляем. Файл, который появился в серверном дат. Мы его не удаляем. Во всяком случае, я не удаляю. Бог его знает. Он у меня иногда появляется, записывается. Иногда нет. Не знаю. В общем, копируем, вставляем сюда в карту email папку. И нажимаем на эту утилиту. И нажимаем два раза вот на эту утилиту. И нажимаем save. И, собственно, все это дело закрываем. Закрываем и выходим. Вытаскиваем карточку. И вставляем ее в гнездо фотоаппарата. Если все сделано правильно, прошивка должна успешно загрузиться сейчас. Включаем камеру. И в левом верхнем углу видим, что идет загрузка. Замечательно. Теперь нажимаем кнопку delete или мусорное ведро. И видим, что прошивка установилась. Отлично. Жмем еще раз на нее. И запускаем меню. Основным колесом проходим до папки модуль. Жмем на set. Модуль загружает возможность съемки в RAW режиме. Возвращаем в папку видеосъемка. И идем до подпапки запись RAW. Жмем set. И выбираем разрешение, в котором мы будем снимать. Но тут нужно подбирать все индивидуально, потому что у меня, например, эта карточка, она больше 1280 на 540, по-моему, не тащит. Дальше вылетает, начинает файлы. Буфер переполняется. И, к сожалению, дальше наснимать не может. Вот это нужно высокоскартные карточки покупать. Я заказал себе. Собственно, как будут, я обязательно запишу тесты. Сейчас пока смысла в этом нет. Я сейчас пишу даже в этом режиме. Буфер, к сожалению, переполнился. Такой писк. Буфер переполнен. Вот и все, что я вам хотел рассказать. Ставьте лайки, если видео для вас было актуальным. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До свидания.